Великой Победы Сарказанского государственного университета Доктор технических наук Так пишут о нем в интернет-энциклопедии Википедии Но меньше упоминается о фронтовой жизни солдата Тех страшных лет войны Только Николай Непремьеров окончил школу с отличием Как его сразу забрали на фронт Началась война Когда война отечественная началась Все хотели попасть на фронт А кто-то должен быть готовить кадры И поэтому партийное собрание училище постановило Всем призывникам быть, во-первых, коммунистами Во-вторых, снизить на один уровень звания и должности Так что я был тогда механиком авиационным А стал опять мотористом Думать о понижении в звании у солдата не было ни времени, ни желания Главное усердно работать считал Непремьеров Он ремонтировал самолеты, находил детали и масло, необходимые для полетов Но в одно весеннее утро вылет летчиков завершился неудачно После второго вылета моя машина подбита Зенитком получил громадную дыру в правой плоскости Значит, ну, летчик растянул на И когда объяснил главный инженер Когда выйдет подбитая машина Он сказал, что через день-два будут снова летать Вместо предложенных руководством двух дней на починку Николаю Непремьерову хватило 40 минут, чтобы устранить поломку Авиатехник быстро сообразил, как добиться нужного уровня горючего И вылет совершился За это Непремьерову наградили орденом Красной Звезды Победу солдат встретил не на родной земле, а в Восточной Пруссии на аэродроме Последний день, значит, мы уже предчувствовали, что скоро конец войны Дежурили на радиоузла, чтобы узнать первой ночью С 8 до 9 узнали о том, что Германия капитулировала на Восточном Одере Ну, все мы выбежали Ну, скажем, я побежал к своему самолету Достал ракетницу из шурманской кабины И соответствующие ракеты И стали пулять сверху, пока они не кончились Сладость победы молодой Николай Непремьеров ощущал еще долго Ведь до дембелизации оставался еще целый год После войны он вернулся в Казань и здесь воле предался науке Которая с детских лет интересовала героя Николай Непремьеров написал более 150 научных работ 32 года заведовал кафедрой радиоэлектроники Казанского государственного университета Он всегда интересовался научными открытиями, чего желают и нынешним студентам Молодежи, как оканчивающий университет Я рекомендую быть на переднем фронте научно-технического прогресса А студенты не остаются в долгу Выражают искренние слова благодарности Не забывают о его научных достижениях Приглашают на встречи Так 29 апреля коллеги и студенты Непремьерова Пришли в Казанский федеральный университет Поздравить его с наступающим днем рождения Ведь 1 мая ему исполнится 95 лет Непремьерова Николая Николаевича Пришли в Казанский федеральный университет Хотя Непремьерова Николая Николаевича исполняется 95 лет Студенты удивляются, что несмотря на свой возраст Ветеран до сих пор читает лекции и продолжает готовить кадры Анастасия Иванова, Роман Самарин, Ленар Довлетяров, Универ Ньюс